Трофейной рыбой сегодня не попадалось, к сожалению. Необычно высокий уровень воды для этого времени года, и рыба стала осторожной. 15 участников, рыболов, спортсменов и любителей разместились под номерами вдоль береговой линии и начали соревнования. Приехали из разных городов республики, а также из Поволжских. Наши гости из Самары, например, была не совсем готова к предлагаемым обстоятельствам. Сегодня вот пока ничего. Здесь, оказывается, нужно было просто не то, что у нас есть, а мотыль. Тогда, может быть, больше шансов было. А так как у нас опарыши, черви и кукуруза, не очень. Ну, Бог вам еще. Спасибо. Через несколько минут улов будет взвешен и выбран лучший. Оценивать будут по номинациям «Самый большой», «Первая рыба», «Много мелкой рыбы», «Самой крупной» или «Редкой рыбы». А пока в режиме ожидания. Из года в год рыболовный спорт и, впрочем, как и рыбалка, просто любительская, она набирает обороты. Все больше с каждым днем любителей присоединяется к спортсменам, потому что весь двигательный процесс осуществляется сначала спортсменами, а потом это переходит на любителей. Итак, традиционное театрализованное шествие сегодня открывает третий фестиваль «Свежская уха». Здесь представители фольклорных коллективов. И вот огромную рыбу уже несут сюда. Скоро она появится на Ленивом Торжке и на площади возле Ленивого Торжка, а участники заходят на территорию. Гигантская стерлиц стала украшением театрализованного шествия. Приехал театр Петрушки из Самары, фольклорные коллективы, заряженные рыцари Ленивого Торжка, острова Града и профессионалы, для которых приготовление ухи и ее оценка – еще одна страница профессионального портфолио. Переваривают очень сильно, бульон мутнеет, овощей много кидают, овощей много кидают, которые вообще не должно быть там минимум. Лук должен быть только по сути. Самое важное – это вкус. Подача и приготовление уходят на второй план. Должны соблюдаться, если уха, она должна быть ухой. Вкусно вообще. А из чего там? Какая рыба там? Или из бульон? Конечно. Там сон лежит, скорее всего, и сама. Голова сама. Соседушка, мой свет, пожалуйста, покушай. Соседушка, я сыт по горло, нужды нет. Еще тарелочка, послушай. Ей же ей на славу сварена. Я три тарелки съел и полно. Что за счеты? Лишь стало бы охоты. А то воздравья ешь до дна. И сегодня на территории, где готовилась народная уха, можно было бесплатно отведать бульон с кусочком волжской рыбы. Ингредиенты, в общем-то, не меняются, однако год на год не приходится. Рыба у нас, сом, щука, лещи. Ну, все вроде. В основном такие. Судаков у нас. То есть нет в этом году судаков? Судаков есть, но поменьше. Ну, в этом году народ более себя корректно ведет. Я смотрю, нас отгородили, да? Ну да. В том году не очень было. Не давали работать. Не давали работать? Ну да. Кушать все хотят. Полтонна рыбы на 7 тысяч порций. Таков рацион третьего фестиваля Савьяшского уха. Ну и, конечно, будем пробовать еще уху от участников в сегодняшнем фестивале. Территория Успенской площади и пространство комплекса исторической реконструкции, ленивый торжок, нашпигованный искусством, духовные и плотские интересы сегодня на одном полюсе человеческой жизнедеятельности. Светлана. Светлана. Ну вот почему так поманила? И у вас есть этот азарт в ухе? Мы любители ухи. Сначала хотели приехать, просто посмотреть, поесть ухи. А потом решили, когда увидели, что конкурс, решили поучаствовать. Вот. То есть это сазан, сом? Да. Вот дали три вида рыбы. Сазан, лещ и сом. А дома готовить уху из чего и как? Ну, из разной рыбы. Абсолютно. Со своими секретами. Вкусную. Секреты есть какие-то? Есть. Мы готовим не из рыбы. Ну мы это уже поняли. И когда уха будет сварена, ее начнут оценивать эксперты. Здесь учтут многие моменты. Как сварена уха, прозрачность бульона и система подачи. И это тоже искусство. Третий гастрономический фестиваль «Свияжская уха» – это воспроизведение быта и обычаев жителей острова и просто вкусная и полезная информация для любого туриста, которых в этот жаркий день было предостаточно. Авторы гастрономического чуда могут поделиться своими секретами, а могут оставить втайне. И те, и другие не проиграют. Издраль в Лисвияжской земле славила своими лещами и щуками. Лещ изображен даже на гербе острова Града. Ну а сегодня, во время проведения третьего гастрономического фестиваля, пробуют любую рыбу. Дмитрий Пьяваров, Дмитрий Леженко, телеканал «Эфир».